друзья мои ну у меня сегодня наверное тяжелый день я делаю несколько видео исключительно по причине того что мне нужно вам все таки донести свою мысль в чем эта мысль заключается дело в том что если мы принимаем любые стимуляторы для улучшения нашей жизни то соответственно организм привыкает к этому и он не может уже без этого обойтись мы знаем примеры с кофе например примеры с табаком и так далее и так далее поэтому все эти вещи конечно нужно исключить но вот часто я слышу от знакомых а у меня уже люди которые перешагнули 60 лет понимаете мои одногодки они говорят ну что же такое мы детей вот дети умирают дети бодибилдеры умирают спортсмены умирают смертность повышается среди спортсменов а каждый хочет быть спортсменом нету мужчины который бы не хотел спортсмена быть ну и наверное и женщины и вот что мы видим дети идут секции а что творится в секциях уму непостижимо каждый тренер хочет вырастить чемпиона мира вот по правую руку стояли стулья у меня и вот здесь у меня сидел призер чемпионата мира по велоспринту игорь хороший мой товарищ который умер в 30 лет молодой майор он очень хорошо разбирался в биохимии сегодня я хочу обсудить с вами тему мелдороната мельдония я очень долго разбирался в этих вопросах и пришел к выводу что вада при правильно исключила этот препарат из списка позволенных для употребления и мне очень понравился цинизм марии шараповой которая сказала что не про когда она не прошла допинг тест в австралии да что из-за обнаружения мельдония и знаете что она сказала она сообщила что 10 лет употребляла препарат мелдранат из-за проблем со здоровьем вообще нормально чемпионка мира с проблемами для здоровья а зачем тогда спортом заниматься он ей был прописан семейным врачом а теперь двух словах что такое мелдранат или мельдоний это стимулятор это будем говорить кардио протектор который улучшает работу все он улучшает искусственно то есть если мы не получаем этого значит стимуляции нету увеличивается кислород увеличивается работоспособность сердца и как сказал создатель калнэнж что теперь спортсмены будут умирать если отменить этот препарат скажите пожалуйста зачем же вашему ребенку быть спортсменом если он не будет применять 10 15 препаратов включая и анаболические стероиды зачем же такой спорт ну все же должно быть натуральным но сегодня не об этом сегодня мы заслушаем действительно интересный с нами интересный персонаж это господин кочергин андрей он я не буду говорить о моих личных так сказать моем личном отношении кочергину я всегда считал его садистом просто обыкновенным садистом умненьким хитреньким но садистом который делает свою карьеру на чужих костях на костях своих учеников хотя к боевым искусствам мне кажется он не имеет вообще никакого отношения ну да ладно и вот господин кочергин в своем ролике о том стоит ли не стоит и вообще духовные скрепы сейчас мы послушаем что говорит господин кочергин готовится мы ребята готовятся на соревнования я разговариваю с одним из отцов и советую принимать препараты которые поддерживали организм подростки то есть кочергин советуют принимать препараты препараты запрещенные но он при этом говорит что это необходимо учитывая тот факт что у него секта никто из его учеников конечно не может отказаться поехали дальше в моменте целью отельных нагрузок понимаю что и ответственность большая и возраст переходный я ему говорю неплохо было пропить тотема чтобы гемоглобин был в порядке не скажем снабжение тканью кислородом но он должен был конечно же либо все или гранат тоже человек посмотрел на меня и сказал ребенку мне не советую тебе я говорю да я беру его с 14 лет так начал заниматься нам его прописывал наш врач команды сборная динамо в челябинске представляете авторитет врач то есть тренер в челябинске знает что это надо то есть ребенку у которого переходный период мы включаем кардио протектор который увеличивает в разы деятельность его сердца все весь метаболизм в организме работает иначе это вообще нормально чтобы в организме ребенка была нагрузка огромная и это все предлагает господин кочергин поехали дальше я пинге боксин по ноги аспаркан и милдрана это милдрана милдрана максимальный дозировки красавчик правда да я сейчас смотрел телевизор случайно совершенно И увидел в КВН, как группа каких-то, как им казалось, клоунов, веселей гаранта, стебаясь над Мельдонией. Почему нам какие-то люди из-за рубежа прививают какие-то стереотипы, которые мы вдруг начинаем... А кто ты, чтобы прививать эти стереотипы? Кто он, чтобы прививать стереотипы того, что люди должны принимать препараты, которые, по сути дела, нужны для больных людей? Но ведь морфий – это же тоже препарат для больных людей, правильно? И всевозможные обезболивающие, сильные наркотические средства, они же для больных, но они же используются наркоманами. Вот что предлагает наш драгоценный Кочергин. Радостно тиражировать, высмеивая Министерство спорта и руководителей, которые не доглядели Мельдония. Миша Ефремов, дай бог ему здоровья, при встрече вопрос задам. Стебет. Где ты, Баклан, блядь? И где Ефремов? И он Ефремову говорит, он встретит. Может, он ему еще и морду набьет при встрече, чтобы он не стебался над Мельдонием. А то, что ВАДА запретила Мельдоний во всем мире, потому что это стимулятор, потому что если вы вышли без стимулятора, я как бывший боксер скажу, а я вышел со стимулятором и завалил вам ебало, блядь, то получается, кто честнее из нас? Тот, который был под Мельдонием или тот, который без Мельдония? С трибуны, со сцены, еще откуда-то. Мельдонии. Дорогие мои, не понимаете ни хрена? Да крот не раздевайте свой. В том направлении, в котором не понимаете. Ну, в общем-то, Кочергин у нас все понимает, Кочергин у нас изобретает, Кочергин с духовными скрепами, пиндосом, смерть, дебилом. Так-то все бы оно было хорошо. Но в заключении этого видео хочу сказать только одну вещь. Что же делать этому бедному человеку, который, с одной стороны, хочет, чтобы его ребенок был здоровым, а с другой стороны, он встречает вот такого вот красавца, который начинает двигать, ширять различными препаратами для достижения чего-то. Стоит ли это жизни? Молодой парень умирал у меня, вот приходил из соседней квартиры. С веса в 100 с чем-то килограмм перешел на 43 килограмма и умер в 30 лет. И спрашивал меня, почему именно я? А вот, наверное, потому что. На сегодня все.